всем привет привет доброе утро что ж милые родные спасибо всем тем которые поддержали меня в высказывании своего мнения и того как я отношусь к тому что происходит все во всем мире и неважно в какой-то стране находишься потому что многие меня тут прямо так злобно обвиняли что я сбежала с латвии в германию живу в сытости и вообще-то что-то тут еще рассказываю про латвию говорила и буду говорить потому что самая большая моя часть жизни прошла в латвии и в германии уже не отживу больше чем в латвии поэтому у меня остались там друзья у меня там остались родственники поэтому говорила и буду говорить переживала и буду переживать и обвиняя меня в какой-то неискренности я думаю что вы сами не совсем искренние люди потому что когда тебе пишут что ты там какой-то с этой жизни не завидуете вы не прошли моей дороги вы не съели со мной путь соли поэтому не надо подобное писать и потому что такие комментарии у меня всегда знаете задним ходом боже чему завидовать проживите мою жизнь и даже если мы чего-то в жизни достигли какой-то чего-то материального поверьте сейчас может все перевернуться в один миг и те у кого есть материальный достаток он в один миг может просто исчезнуть я в общем-то не буду поэтому спасибо всем тем кто честно отписались и докладывает то что я там отписываюсь не надо потому что мы прекрасно видим статистику прекрасно анализируем что происходит после того или иного видео на нашем канале что касается видео подобных ребята они не про политику они про жизнь они про нашу про человеческую жизнь про жизнь наших будущего поколения причем тут политика каждый человек который как-то смотрит шире сейчас ищет ответы на вопросы и я отлично понимаю чем для меня может закончиться пропаганда этого всего я понимаю чем я рискую я понимаю что я наведу я понимаю что я ставлю под удар но могу сказать одно молчать уже просто нет возможности поэтому я вас очень всех люблю мы сыры вместе с вами каждый в своей стране в своем городе но таких как мы все становятся больше и больше поэтому я буду говорить и про германию я буду говорить и про латвию очень рада сегодня 24 числа балтийская дорога когда объединяются все страны бал при балтике как это было когда-то в 90-е годы и я думаю что каждый почувствовал солидарность потому что там уже тысячи тысячи людей и машин и конечно очень хотелось бы поучаствовать там и побыть и почувствовать эту энергетику свободы но как это обстоятельство одно но я слежу я мысленно переживаю и здесь в германии тоже отстаиваю права свободных людей теперь поговорим немножко о германии что происходит мы все знаете что мы готовимся к различные смене их выборы выборы 26 сентября то что у нас кандидаты нет им доверия рейтинги падают это естественно потому что было допущено много ошибок было допущено много скандалов ну и о нас наконец-то разделили на две категории как говорится ширанутые и те кто не хотят это сделать и те кто не хотят это делать в германии на данный момент 30 миллионов так и статистики растут недовольство и но что сказали больше то есть нас запирать не будут сейчас они будут ориентироваться под по загруженности в общем-то наших учреждений белых халатников но это как-то немножко нас смущает потому что у нас весной был очень большой скандал в подтасовке данных и многие как говорится учреждения с белых халатниками просто получали от государства финансирования а на самом деле там такого количества людей не было это не только не надо меня обвинять что это неправда это официальные данные этот скандал прошел нам вот поэтому как они будут реагировать и как дальше будет за всем это следить правительство в общем то непонятно но нас разделили то есть мы с 23 числа то из понедельника не можем ходить там в различные закрытые помещения но это я думаю что начало потому что когда 26 сентября у нас все в германии закончится я думаю будут более жесткие условия вот и у меня наверное интересует только одно что она выбор это как эти тыркаться там тестики делать ну как то то есть где право голосование хотя опять же если посмотреть у нас по плакатам да то везде мелким текстом приписано что можно это сделать в электронном виде ну тут как-то знаете не возникает доверия ощута америка прошла с ярким примером очень так такого правдивого и честного голосования вот что я еще хочу отметить я сейчас значит активно отслеживаю немецкие форумы в общем то мне же интересно да именно тех людей которые приняли жижу что я могу сказать нарастает большое недовольство потому что мы все знаем что скоро надо будет принять третью иначе они ну примкнут к нам да те кто начал начал с января все это дело и вы знаете не все хорошо перенесли данное действие и люди себя начинают чувствовать очень обманутыми и очень много появляется именно недовольных уже и на той стороне это понятно ну а так на минутку знаете по каким-то данным рассказывать что нам их готовят всего восемь вот так что если кто-то думает что но сейчас еще и третью и на этом все закончится ничего не закончится да и как мы это все будем переносить это в общем то непонятно никто ничего не знает еще никаких каких-то длительных данных о действии всего этого не существует и пока как говорится все экспериментальные кролики вот поэтому вот такие вот дела то есть в принципе все пошло разделение вот мне просто интересно как они вот будут соблюдать конституцию права голосования я конечно буду за этим следить ни один из кандидатов в канцлеры германии не не вызывая доверия но когда это об этом я наверное говорить даже и не буду потому что многие скажут а что ты из себя представляешь а кто такая сколько ты живешь ребят я слежу слежу из-за этой темы мне конечно мне это интересно почему мне это интересно да потому что я здесь живу и живут мои дети у нас здесь бизнес и работы и так далее да поэтому конечно мне все это интересно что еще происходит многие говорили что на меня что ты там сидишь в своей какой-то можешь отсидеться там у сына ребята у меня очень под большой час угрозы все это ненавистный для для нас процедурки это моя невестка и мой младший сын нам легче только от одним мы приняли твердое решение и принимаем какие-то действия во избежание это но я могу точно сказать это не каким-то образом левые документы сделать нет потому что я считаю здесь нужно играть честно либо ты там либо ты там и как мой муж сказал даже если он еще раз заболеет да и он точно не возьмет этот собачий паспорт как говорится в пропуск в их рай чтобы его пропустили в их рай он сказал мне это глубоко противно то есть это наша позиция это наше решение нашей семьи да и поэтому в чем-то обвинять где-то лишь неважно в какой вы стране ребят находитесь важно то что вообще происходит это происходит по всему миру вы можете приехать в любую страну и наверное сейчас наверно таких страны на пальцев на одной руке хватит пересчитать где вас не будут трогать хотя они тоже существуют их примеры мы видим почему еще до падает очень сильно доверия ко всей вот скажем этой жижки это конечно происходящее в израиле я сейчас не буду говорить без меня куча говорят поэтому берите статистику начала жженаться и всплески и рост людей которые сейчас нуждаются в помощи вот поэтому так а еще знаете готовят детские палаты ну наверное я думаю потому что ждут всплеск именно детской до вот этой всей проблемы почему но может потому что это будет связано с женацией детей по другому в общем то по другому я не считаю но это мое вот такое глубокое заключение одним словом большое всем спасибо кто поддерживает всем пока пока с вами была наталья до новых встреч